Приветствую вас, Сергей. Я думаю, что ответами на ваш вопрос, как приобрести ответственность перед собой из недостаточных, будет звучать так. Ответственность приобретается добровольно, если человек делает то, что ему важно, если человек делает то, что для него имеет значение, если человек делает то, что эмоционально как-то ему откликается, ну, например, в данном случае вам, если эмоционально вам откликается что-то, да, то, соответственно, уже с этим можно что-то делать. За это вы, скорее всего, захотите брать ответственность за то, что эмоционально вам откликается. Если же нет, да, если же нет, если вам ничего не откликается эмоционально, то в таком случае уже нужно искать, искать то, что откликается. Вот. В данном случае. Примерно в таком направлении и в таких контекстах мне видится ответ на ваш вопрос. С другой стороны, если вы не хотите брать на себя ответственность за сторону, то это означает, что она вас чем-то пугает. ответственность, я имею ввиду, чем-то пугает. И если она ответственность вас чем-то пугает, то нужно посмотреть, чем. Всем оно пугает. Конкретно. Вот. Самое второе. Ну, вполне может быть такая история, что вы либо брали, либо берете на себя слишком много. Ну, а при ВАЛТ это, конечно же, тяготит. То есть, ну, ну, ВАЛТ это все не может не тяготить. Это безусловно. Потому что, ну, тяжело, если, вот, ответственность, ответственности много, да, вот, то тяжело. Очень. Очень. Очень тяжело. Вести. Ну, вести жизнь. Счастливую. Вот. Такая вот, такая вот, эм, история. Значит. Понимаете, да? О чем идет речь. Что касается, эм, самодостаточности. То она, эээ, самодостаточность не происходит на ровном месте. понимаете, то есть самодостаточность, она вытекает из того, что вы полностью, полностью себя принимаете. Полностью себя принимаете таким, какой вы есть, и не обыдаетесь, собой манипулировать как-то. Такая вот история, но вы себя на данный момент таким, какой вы есть, скорее всего не принимаете. Вы проявляете к себе множество требований, вы от себя много чего требуете, но у вас не простроены личные границы, на мой взгляд, потому что в противном случае вы бы не жили бы в долг, как это у вас сейчас происходит. Я вас не обвиняю, я просто говорю о том, как обстоят дела. Вот, и с этим нужно работать, как минимум. Дальше. Идем. Дальше. Можете ли гменить себя в лучшую сторону? А что есть для вас лучшая сторона? Что есть, ну, что из себя представляет по важному мнению лучшая сторона? Лучшая это как? Так, это, ну, это ступень что? Понимаете? Понимаете? Кто определяет, какая сторона лучше, ну, для вас, например? Так что, с этим тоже определитесь. Так, честно, чего не приносит недовольство, я лежал на мысли о своих проблемах. Очень важно понять, как вы воспринимаете свои проблемы, ну, вообще. Как они вам видятся, понимаете? Потому что, если они вам видятся, как что-то такое негативное, то, конечно, вам будет сложно. Но если проблемы воспринимать как что-то естественное, вот, что, в принципе, в принципе, мне кажется, как всё можно поменять. Вот. Значит. Вам кажется, что без поддержки извне вы не сможете ничего сделать, и я бы сказал, что... от счастья, от счастья, от счастья, это так? Потому что вы слишком много берёте на себя, мне так кажется, что вам нужно... перераспределить свою ответственность, вот, которая сейчас очень много на вас нагладывает, ну, да? То вам было легче. Вот. Вот. Вот все, все вам... Очень тяжело. И я вас понимаю, понимаю, я понимаю, почему, почему вам здесь тяжело, и почему кажется, что... ну, чтобы не справиться с вами. Вот. Я прекрасно это понимаю. Тем не менее, поддержка, если вам и нужна, да? поддержка. То... Только в том, что касается упрощения и облегчения. Придание естественности своему, скажем так, пути жизненному. Вот. Потому что, пока, если вы этого не сделали, то вам будет очень, очень и очень сложно. Безусловно. Вот. Такая вот история. Такой ответ я могу вам дать на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удача.